Здравствуйте, дорогие любители отапливаться котловым оборудованием! С вами сегодня я, Евгений из компании Форнакс и... По традиции Анатолий из компании Жарпарком. Сегодня мы будем устраивать бэтл с хлестнём три котла. Три. Какие? Три сибирских котла от самых могучих сибирских производителей. От Т до З. Теплодар, Тайфун и Зота из Красноярска. Битва обещает быть очень горячей. Я объясню, почему всё будет по чесноку. Дело в том, что я ответственен за розницу компании Форнакс, и мы продаём и это, и это, и это. Грубо говоря, нам всё равно, что вы купите. Это, это, это. Поэтому я обещаю, что со своей стороны всё будет очень честно. Анатолий? Анатолий вам признаётся в том, что он крайне безответственно относится к отопительному оборудованию, поэтому для него абсолютно всё равно, что выбрать. Оранжевый Теплодар, очень красивый, блестящий термокрафт, либо же немножко мимикрирующую под других производителей Зоту. Ох, Толь, а может ты работаешь на какого-нибудь из этого производителя? Может быть тебе Теплодар деньги платит? Всё в прошлом, Евгений. Как скажешь. Ну что ж, начнём? Да, если серьёзно, то в принципе здесь мы сегодня собрались по простой причине. Мы в Сибири, Анатолию, показываем три замечательные разработки сибирских, не побоюсь этого слова, мега-суперинженеров. И сегодня мы постараемся выяснить, какой же из котлов предпочтительнее для рядового потребителя. Это котёл-эксперт от компании Теплодар, это котёл-тайфун от компании Термокрафт и новый котёл, самый свежая разработка, это тополь-ВК от компании Зота. И я хочу вести себя как обычный потребитель, который приходит в магазин. Первое, наверное, ему больше всего интересно две вещи, обычному человеку. Но видео мы, кстати, снимаем для необычных людей, для тех, которым мало рекламных бла-бла-бла, а кто хочет разобраться, как что устроено. Но обычный покупатель, ему интересно две вещи. Сколько жрёт, сколько прёт. Какая цена и как долго он будет работать на одной закладке. Поговорим про цену сначала. Котлы мы выбирали для обзора примерно одинаковой мощности. Наверное, это самый главный, пока решающий фактор. Третий забыл. Да, Термокрафт у нас 16 киловатт, Теплодар у нас 15 киловатт, Изота тополь-ВК тоже 16, да? Тоже 16. В принципе, примерно одинаково. Да, вы видите, что они отличаются по габаритам, не только цветом, Но в целом, даже внешние котлы очень похожи. Поэтому, да, цена. Самый недорогой из этих котлов, который можно приобрести в интернет-магазине farnax.ru Думаю, вот этот, он на 15 киловатт, киловатт не хватает, дешевле всех. Нет, ты ошибаешься. Это котёл-новинка, он несколько отличается конструктивно от двух представленных здесь других производителей, но он дороже примерно на 8-9 тысяч в розницу. Мы обязательно вернёмся к этому, чтобы понять, насколько вот эти вот какие-то нововведения, особенности этого котла оправдывают его несколько, я бы не сказал завышенную цену, а так, скажем, отличную цену от других производителей. Тайфун стоит у нас в районе 32 тысяч рублей, 32-34. И примерно в этой же ценовой категории находится котёл Тополь-ВК от Зоты. 33 с копейками. Ну, если этот дороже, он значит лучше. Из него может быть, может, больше всех можно выжать киловатт. Да, каждому котлу есть замечательная бумажка, которую ни в коем случае не выбрасываете, не растапливаете им котёл. Она вам пригодится в жару. Да, они в целом такие все довольно информативные. В каждом производитель постарался максимально подробно рассказать о своём изделии, указать все доступные схемы подключения к системе отопления. Сделал красивые разрезы, из которых можно понять весь конструктив этого, этого, этого изделия. И в этом паспорте мы сейчас подчеркнём интересующую нас информацию. Теплодар. Давай, Теплодар. Он у меня здесь есть. Теплодар. Виды топлива. Раздел 3-6 руководства по эксплуатации котла Теплодар-Эксперт. На дровах, в зависимости от интенсивности горения, длительность работы этого котла составляет, ну, внушительные до 8 часов. А вот уголь. Уголь здесь применяется с зернистостью не менее 40 миллиметров. И время работы на одной закладке топлива, в зависимости от интенсивности горения, составляет от 4 до 24 часов. Что с зотой? Зотой всегда указывает незавуалированно в своих руководствах информацию по длительности горения. И у тебя... Вот для начала зота, вот котёл написано, работает на твёрдом топливе, угле, дровах и топливных брикетах. В принципе, то же самое. Приблизительное время работы котла на... Так... На буром угле. Ну, ладно, возьмём бурый уголь. От 6 до 20 часов. Примерно те же самые показатели. Но приблизительное время работы котла от одной полной загрузки углём длиннопламенным уже результаты чуть интереснее. От 8,3 часа. Это что получается? 8 часов 20 минут. До 27 часов и 8 десятых. Как они, интересно, мерили 8 десятых часа. Но, ладно, будем считать, что почти 28 часов. Ну, я думаю, что к концу... Мне это очень не нравится, честно скажу, как здесь написано. Потому что вот как покупатель я хочу точно знать, допустим, сколько-то я заложу его, сколько я с него смогу. А тут либо худенькая, либо толстенькая. Ну, а вот точно вот скажите. Вот теплодар, чем мне нравится, точно написал всё. Ну, ЗОТА, наоборот, очень педантично подошла к публикации информации технической и указала прям... С этими двумя производителями разобрались. Остался ещё один новосибирский производитель. Это Термокрафт. Здесь руководство по эксплуатации ещё не такое массивное, как у этих двух именитых производителей. Да и сам производитель активно выходит на рынок только, наверное, ну, порядка трёх лет. Да, котлы они изготавливают уже давно. Они набирали обороты. И вот сейчас у них появляются интересные модели. Мы, кстати, вам покажем в ближайшем будущем два интереснейших обзора про котлы Термокрафт. Но вот сегодня мы работаем с Тайфуном и, честно, перед началом записи нашей съёмки мы пытались найти информацию по длительности работы котла на одной загрузке топлива. К сожалению, мы в руководстве по эксплуатации не нашли. Но я так понимаю, что это дело наживное. И производитель, с которым мы, конечно же, связались для того, чтобы уточнить эту информацию, он включит в последующие редакции руководства по эксплуатации эту информацию. Но та информация, которую нам удалось узнать, она звучит таким образом. Котёл работает на одной закладке угля от 8 до 14 часов. Обычный рабочий режим около 12 часов. При этом они оговорились, что на испытаниях этого котла им удавалось достичь длительности горения 16 часов. Я как покупатель уже запутался. Скажи мне просто, кто больше всех? Наверное, зота и теплодар. Далее идёт уже термокрафт. Понятно. А что больше зота или теплодар? То есть, наоборот? Зота дольше, якобы. Якобы. Ладно. Естественно, было бы здорово начать смотреть, что внутри. Но давайте посмотрим вначале, что снаружи. Внешний вид и какие-нибудь устройства, которыми снабжены котлы. Чем скомплектован котёл всё лежит на полу? Допустим, зота своим покупателям дарят три вещи. Кочергу. Вот такую, наверное, так. Это шуровка. Шуровка. Если заточить, можно использовать как свинокол или шампур. Очень приятно выглядящую Г-образную кочерёшку. Я бы сказал, мега-супер совок. Я бы сказал, что это практически походный совок. Сапёрная лопатка. Если заточить, то можно даже, не знаю, я же не сказал на митинге ходить. Нет. В походы на рыбалку. Что теплодар дарит? Теплодар радует по традиции двумя вот такими длинными. Одной шуровкой, которой можно протыкать спёкшийся уголь. И мега-супер разработкой их суперинженеров. Кочерга ПРО, который можно чистить части водотрубного теплообменника. Но, по-моему, в этом котле очень интересно реализован этот водотрубный теплообменник. Там, по-моему, всего одна труба, если я не ошибаюсь. Ну и что же дарит покупателю? Теплодар? Нет, подожди, мы про теплодар не договорились. Ещё что-то дарит? Да. И дарит ещё одну замечательную штуку. Это тент, который можно установить в один из патрубков для подачи воды. То есть, с левой или с правой стороны. Ну, это традиционная фишка для теплодара. В принципе, он почти все котлы ими комплектует. Да, это очень интересно для тех, кто редко пользуется котлом в зимнее время. И может возникнуть такая ситуация, что топливо погорело. И нужно будет поддержать температуру теплоносителя положительнее. Тайфун. Что дарит? Как бы крайне аскетичная комплектация. Здесь вполне самодостаточное изделие. Но в комплекте к нему идёт регулятор тяги. Ко всем котлам, насколько я знаю, ко всем котлам, в котором можно регулировать интенсивное сгорение путём подкрытия створки поддувальной, идут регуляторы тяги. Давай покажем этот регулятор. Он где-то там... Регулятор, он, наверное, у нас спрятан. А, вот, Анатолий уже его решил вытащить. Здесь, кстати, идёт двухдюймовая заглушка, которая также идёт в комплекте. К котлу термокрафт. Он красивый. И регулятор тяги. Давай оценим стоимости подарков, презентов. Это ориентировочно, насколько я помню, где-то полторы-две тысячи. Будем считать там, да, в районе полутора тысячи. Хорошо. Заглушка. Это изделие крайне... Бронзовая, бронзовая. Да, потому что вот здесь тоже патрубок находится как с левой, так и с правой стороны изделия. И с одной стороны его нужно будет заглушить. Теплодар же нам дарит, то есть вам, две кочерги ценой, ну, в рублей 500, наверное. Общей стоимостью, наверное, да. А есть ли у него регулятор тяги? Регулятор тяги в комплект не входит. Но у него есть зато ТЭН. Да. А ТЭН денег стоят прилично. Да, приличных. Но, Анатолий, скажу сразу, что далеко не всем он, конечно, нужен. В принципе, и термокрафт как раз говорит о том, что если вам... Знаешь, дариному коню в зубы не смотрят. Дали, значит, хорошо. Сколько он стоит в магазине? Где-то полторашку он стоит. Будем считать, что там две тысячи рублей, к примеру, стоит. В общем, что здесь подарки, ок. Что здесь подарки, ок. Слушай, ну, на самом деле, хоть комплектацию зоты не входит, ТЭН и регулятор тяги, мне крайне нравится вот этот вот штампованный совочек. Он прям просто покорил меня. Прежде чем перейти к рассмотрению внутреннего содержания котлов, я бы еще раз акцентировал внимание на внешние размеры этих изделий. Обратите внимание, что мы немножко поленились и не стали снимать эти котлы, вот эти два котла, Зоту и термокрафт, с палет. А вот ТЭПЛОДАР у нас уже снят, а он не снят, у него транспортировочные ножки прикручены к котлу. То есть, в принципе, высота вот этих двух изделий, она примерно сопоставима с ТЭПЛОДАРом. Так что мы будем ориентироваться на другие параметры, это на глубину и на ширину. Давай же покажем, что у нас сзади, кто что подарил. Вот, допустим, ТЭПЛОДАР. Шибер хороший, заслонка, тут все фиксируется, регулируется. Тут вот, дал подарок. Шибер хороший, Зота, да? Да, тоже. И, кстати, они чем-то похожи, то есть оба фиксируются. Оба с фиксируемыми положениями, но единственное, что у Зоты... Это помассивнее. Ну, может быть, да, здесь используется двухмиллиметровая сталь, здесь полуторамиллиметровая сталь. Скорее всего, и там, и там это черная сталь. Да. Вот, а может быть, даже и троечка здесь. Здесь очень серьезная вещь. Да, но здесь фиксация в пяти положениях, причем мне не нравится то, что в крайнем положении, вот последнем, он как-то вот так фиксируется, но странно. Но зато очень интересно указан вот этот бегуночек с громкостью. То есть понятно, что куда крутить, и как бы понятно, в какую сторону что регулировать. Ну, вот этот вот крючочек, ну, наверное, удобно. Я бы сделал чуть подлиннее. Здесь тоже крючочек, и мне вот это тоже нравится, это нравится. Ну, слушай, ну что-то как-то тут действительно предполагается, что... Здесь у тебя подпружинен, а у меня он не подпружинен. И нужно будет, да, его как-то втыкать. Вот это вот, кстати, не очень интересно. Зато этот потолще. И, кстати, абсолютно все три котла имеют диаметр 150. Ну, это и вполне объяснимо, потому что они работают на одной примерно мощности, то есть у них обычная мощность 16, 15, 16. Отставим их в сторону. Ладно, давай отставим. Давайте же посмотрим, что же у нас в задней части тайфуна. А что тут сразу заднюю часть? А почему бы не задняя часть? Где заслонка? В комплекте не идет. Не идет. Придется закупать. Может быть, да, оно и лучше. Но зато у него такой вот патрубок, который выступает на довольно большую глубину, на которую можно надеть... Ох, ну... Ой! А этот я не могу так как-то титанически перевернуть. Здесь тоже есть патрубок, только чуть меньшей глубины. И... Кстати, смотри, вот задняя стенка у Зоты не утеплена. А вот у Термокрафта и у Теплодара здесь есть кожух, который закрывает внешнюю стенку водяной рубашки. И я думаю, что часть тепла все-таки здесь у Зоты немножко уходит в ту комнату, в то помещение, в котором установлен этот катерок. То есть выходит, что вот эти два производителя термозащиту, то есть теплозащиту, теплоизоляцию положили в задние стенки, а здесь идут теплопотери. Ну, здесь вряд ли будут серьезные теплопотери. Ну, как огромная рубашка пустая. Да, здесь рубашка пустая, причем, наверное, ее добрая пятая часть. Да, это, я считаю, очень большой минус. Если мы уже заговорили с тобой о толщине теплоизолирующего слоя, то здесь в Теплодаре используют слой, насколько я помню, базальтового картона, около 8 миллиметров, а в термокрафте используется минеральная вата толщиной, по-моему, около 15 миллиметров. Здесь я тоже вижу, но поддеть не могу. По-моему, здесь базальтовый картон используется. Ну, да. То есть, в принципе, все три котла теплоизолированы. Ну, кто-то вот позаботился о задней стенке, а кто-то о тывах тывы свои не прикрыл. Ну, я думаю, что да, чем-то, как бы, они объясняют. Я себе позволю, мы же находимся в одном из самых шикарных магазинов города Новосибирска, Форнакс, зайти... Зайти немножко туда и посмотреть на азоту, используют ли они в других своих изделиях. Да, сзади используют. Все остальные модели есть. Ну, видимо, рискну предположить, что производитель хотел просто подобными решениями попасть в нужную ценовую категорию, для того, чтобы эти котлы были не только интересны функционально, но и находились в доступной ценовой категории и конкурировали с другими изделиями схожей конфигурации других производителей. Давай мы еще посмотрим на другие элементы, которые присутствуют на тыльной стороне котла. У нас все как-то сегодня через... Тыльные элементы? Через тыльные элементы. У зоты сзади есть крепление для подключения к линии заземления. Ну, это традиционный элемент, который, в принципе, должен быть у любого отопительного прибора. Отмечена желтой этикеткой. Маркировочка, да. Здесь есть патрубок для подачи обратки. Он находится с тыльной стороны. Решение спорное. Но мы видим хотя бы здесь то, что котел проходил проверку. Да, Анатолий затронул важную тему. Это прохождение гидравлических испытаний. Прохождение гидравлических испытаний каждого изделия. Я был на двух этих заводах. Это завод Теплодар и завод Термокрафт. И видел лично там, каким образом происходит тестирование котлов перед окончательной сборкой. Схема немножко отличается, но так или иначе оба котла, этот и этот, проходит гидравлические испытания. Больше чем уверен, что компания зота тоже проводит испытания своих котлов. Ну, тем более, как бы следы такие есть. На тыльной стороне котла зота внизу также еще у нас есть штуцер, который с заглушечкой установлен. Он, скорее всего, наверное, здесь предназначен для того, чтобы сливать теплоноситель в межсезонье для обслуживания системы отопления. Но также через этот штуцер очень удобно подпитывать котел водой, если, допустим, это потребует сама система отопления. Схожий элемент есть и на котле Термокрафт. Очень удобно для того, чтобы не греть голову о том, как добавлять теплоноситель в систему отопления. У Теплодара такого элемента нет. У Тайфуна есть отличнейшее решение, которое находится сзади. Это вот эта вот регулировка. У всех двух производителей регулировка находится с лицевой части, а здесь с задней части. У меня был научный случай, когда бабуля купила котел, она его топила, и дровницу сделала просто дрова, складывала рядом с котлом. И она не знала, зачем сюда вставляется цепочка, и на цепочку попали дрова. И она клала на цепочку, дрова топила, и вся система, естественно, взорвалась, потому что цепочка была опущена дровами. И приподнятой вот этой заслонке, шторке, естественно, котел топился на полную мощность. И вот это вот точно очень хорошее решение, защита от атипично мыслящих людей. Ну да, здесь еще дополнительно можно сказать о том, что такая схема подачи воздуха интересна тем, что вторичного воздуха в камеру сгорания котла попадает чуть больше, чем в других котлах. Это мое предположение. Но, кстати, комментаторы, которые смотрят наш ролик, пожалуйста, на вот это замечание выскажите свое мнение. Потому что, по-моему, та часть кислорода, которая попадает под основные колосники, не доходит в должном количестве до зоны подачи вторичного воздуха вот в этих двух моделях. Так, как это реализовано в котле Тайфун. А давай поговорим про окраску, про цвет. Ох, это очень интересная тема. Болевая тема, больная тема. Нет, она не больная, но это... Ну так, бывает мужчина, которые сами выбирают котлы. Бывают монтажники выбирают котлы. Бывают мужчины, которые приходят со своими дамами выбирать котлы, чтобы котел красиво стоял в доме. Женщина-хранительница очага. Это очень важно, чтобы все было красиво, стильно и презентабельно. А давай-ка, да, вот так вот их разместим. Сереж, удобно. Тебе какой нравится больше по цвету? Ты знаешь, я бы их рассматривал бы как, ну если с точки зрения дизайна, как некое завершенное изделие. Потому что здесь у каждого котла есть элементы, которые так или иначе влияют на общее восприятие. У котла термокрафт крайне необычный цвет. Такой ближе к вишневому, наверное. Здесь яркий глянец, нетипичный для большинства других производителей. Ручки яркие, блестящие. То есть выделены вот эти элементы, за которые нужно браться и которыми нужно манипулировать. Черная полимерная дверца и вставки из зеркальной нержавейки, которые идентифицируют котел среди других производителей. И я хочу добавить, я считаю то, что этот котел имеет чисто женский дизайн. Цвет губной помады яркий, то есть такой бросающийся. Зеркальце, где можно посмотреться, сделать там какие-то эти самые штуки с собой для привлекательности. Ручка такой чисто среднестатистической фаллической формы. То есть это точно, если женщина придет в магазин из всех трех, она будет смотреть вот это. Ну, Толя, твое мнение услышано, но мне нравится этот котел за смелость решений. В любом случае мало кто из производителей решается использовать глянцевую окраску в своих изделиях, потому что на ней остаются отпечатки пальцев. Это крайне невыгодно с точки зрения выставочных образцов. То есть они все заляпанные какие-то, да? Но тем не менее, цвет выбран настолько удачно, что на нем эти отпечатки не видны. То есть мы с вами сейчас его двигали, двигали обычными вот этими руками. И, в принципе, ничего особенного на этом котле не осталось. Давайте просто возьмем и проведем. Ничего особо нет. Абсолютно ничего нет. И мне еще нравится то, как здесь реализован, с какой тщательностью заделаны вот эти вот сгибы. Никто из других производителей так не заморачивается. Обратите внимание, смотрите, каждый уголок, мало того, что понятно, что был здесь рез, гиб, он заварен, отшлифован и сверху заполимерен красивой красочкой. Ни у кого из других производителей вы подобного решения не найдете. Везде гиб и в лучшем случае внахлёст эти элементы. Вот здесь щели видно, вот здесь щели видно. Понятно, что как бы в котельной особо красота не нужна. Но, тем не менее, во многом благодаря вот таким вот мелким решениям, крайне удачным, котлы будут выглядеть выдачные. Но я хочу немножко опорочить вот эти вот красивые слова, которые ты сказал. Давайте сначала посмотрим, как открываются дверцы. Это очень важно на котлах. Подожди, мы еще не договорили. Нет, 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 просто открытие. Мы сейчас вернемся. Здесь дверца открывается просто, но отваливается, вываливается. И она упирается просто на ребро. В корпус котла. Да, на корпус котла. Здесь дверца упирается вот в этих точках. А вот в котле термокрафт, к сожалению, к моему, обязательно покажем вблизи. И когда открывается дверца, то она проходит и чиркает по краске, по этой красивой. И образуется не очень красивая черта. Толь, ну я думаю, это как бы дело наживное. Производитель, видишь, как бы есть ряд... Мы все по-честному показываем. Да, ну хорошо, все по-честному, но как бы... Следующее на рассмотрение котел Теплодар Эксперт. В принципе, здесь уже хорошо знакомая цветовая схема. Оранжевый, присущий всем куперам цвет. Боковые стенки окрашены в графитовый цвет. Тоже полимерная краска с примесью шагрени. То есть она такая шероховатая, тоже вполне нарядно выглядит. Ну и черный классический цвет, которым окрашены... Это обычная жиростойкая окраска, которой окрашены все элементы этого котла. Зота. Погоди, погоди, до зоты доберусь. Значит, теперь я скажу. Вообще, все котлы Теплодар, они вот всегда были вот такой окраски, если я помню правильно. Это молотковая, похоже на молотковую окраску, не всегда. Это не молотковая окраска, это обычная полимерка шагрень. Полимерка шагрень. Но помимо окраса, нужно же посмотреть, как окрас ложится. Здесь, как мы говорили, все очень-очень секси, если можно так выразиться. А вот здесь не айс. Здесь обычная окраска, скорее всего, той, которой покрывают печи для бани, отопительные печи. И уже видим то, что немножко есть точечки, потому что мы уже лапали эту печку. А краска эта пристает, когда печь первый раз нагревается. И сразу же замечу, как сделаны ручки. Если на котле Термокрафт ручка тонкая, блестящая и красивая, то здесь ручка массивная. Видны следы сварки, что на этой ручке, что на этой ручке. То есть тут уже на мужской хват. То есть предполагается, что ее нужно будет открывать с трудом. Но это не так. Но это не так. В принципе, дверки довольно легко открываются. Да. Решение лобовое. Решение крайне простого. Отрезан кусок трубы, который приварен двум элементам. И эти элементы имеют вот такую слегка подпружиненную конструкцию. Как автомобиль открывается очень хорошо. Ну, ты сделал небольшой комплимент компании Теплодар. Да уж я честно все говорю. Ладно, окей. Дверцы. Давай все-таки отдельно рассмотрим, потому что есть еще интересное решение. Давай. Давай перейдем все-таки к цветовому решению, к Зоте. Давай, скажи, что ты думаешь про Зоту. Мне нравятся их традиционные сочетания цветов. Это черный, синий. Иногда также это серый цвет, близкий к стальному. Но, ребят, здесь явно чувствуется некоторая доля влияния другого крупного игрока, то есть компании Теплодар. Недаром здесь появились практически в тон соответствующие элементы, окрашенные в графитовый цвет и оранжевые декоративные вставки. Что ты на этот счет скажешь, Анатолий? У меня есть свое личное мнение. Как человек, который занимающийся развитием продаж, я считаю, что это очень хорошее с точки зрения маркетинговое решение. Называется, пристройся к лидеру. Когда, допустим, выходят новые сорта в продуктах питания сока или водки, там, допустим, есть водка такая, которую все пьют. И когда новый завод что-то делает, он говорит, я хочу стоять с этой водкой. Там, этикетка такая же. И наверняка рынок, то есть продавцы потребовали. У ЗОТа хотим серо-черно-оранжевый котел, как у лидера, допустим. Это может быть? Это вполне может быть. Вполне возможно. Поэтому мы можем только поздравить компанию «Теплодар» с тем, что крупнейший отечественный игрок признает ее в качестве одного из основных конкурентов. Этот факт. Да, признает этот факт. И свое новое изделие, мало того, что сделал чуть-чуть внешне похожим на котлы компании «Теплодар», но и перенял принцип работы внутри топки. Мы сейчас об этом расскажем. Но сначала еще про внешний вид. Краска здесь абсолютно другая. Вообще вот чрезвычайно отличается разительно. Краска неимоверно крутяцкая. Она и не блестит, но не имеет слабой шероховатости. Она сильно шероховатая. Очень красивая. Прямо чрезвычайно черно-черный цвет, если мы берем черный цвет. Эта фактура мне лично намного больше нравится. Согласен, котел выглядит гораздо дороже. Просто дороже он выглядит, на мой взгляд, чем остальные котлы. И еще у него есть еще отличие. Это ручки, на которых, во-первых, есть логотип Zota, а во-вторых, которые сделаны из пластика. Все ручки из пластика. Дизайн сугубо мужской. Прямо точно мужской дизайн. Мне из всех трех, пусть никто из трех не обижается на меня, но чисто по дизайну я бы выбрал вот этот. Чисто по дизайну. А ты кого бы выбрал, если бы ты исходил только из дизайна? Только по-честному. Только из дизайна? Скорее я, наверное, бы загляделся бы на Zota. Но вот эти элементы на дверце, которые треугольнички, пока я не пойму, для чего конкретно они нужны, но, скорее всего, они намекают нам на одно конструктивное решение, которое реализовано внутри котла, ну, мне кажутся немножко пошловатыми. А мне, наоборот, они чрезвычайно нравятся, потому что как бы они намекают, что дверца охлаждается, то есть сюда заходит воздух и проходит сюда, то есть как бы, может быть, благодаря дверце это становится некой печью воздушного отопления. По-моему, ни у одного из других производителей нет возможности конвекции, то есть конвективных потоков по дверце. Что здесь? Нет, здесь есть. А здесь? Здесь есть, да, внешний контур, то есть сама дверца, она такая же, как и у теплодара, окрашена жиростойкой краской, но сверху она закрыта вот таким вот, такой металлической пластиной полимериной, для того, чтобы придать вот такой вот некий лоск. Да, вполне возможно, что часть, вот эта часть как раз и влияет на охлаждение дверцы. Да, посмотри, тут щель прямая, и вот тут вот, и сверху, и снизу здесь щель, то есть здесь тоже дверца охлаждается. Еще раз проверю дверцы теплодара, вдруг я ошибся, вдруг здесь тоже есть система охлаждения. Тут нету. И тут нету, то есть теплодар своей дверцы не охлаждает, а зота и термокрафт охлаждает. Что нижнее, что верхнее, вот я внизу вижу, внизу, так, здесь охлаждает, и здесь охлаждает. Толь, ну я думаю, что в принципе у теплодара большого смысла делать конвекционное охлаждение этой дверцы нет, потому что она находится уже под совершенно другим углом. Если вот все-таки у зоты и у термокрафта это дверцы, ну у термокрафта где-то углов под 45, у зоты где-то около 60 градусов нахлод дверцы, то у теплодара она, ну как бы лежит уже практически горизонтально. Особой конвекции не будет, поэтому на их месте, ну то есть они поступили, наверное, более правильно в этом случае, они дополнительно теплоизолировали дверцу, точнее не так, защитили ее от прогорания вот этой вставкой из жаростойкой нержавейки. Я знаю, что ты хочешь сейчас сделать, поэтому делать этого не стоит. Давай дальше поговорим немножко. Неужели мы не откроем другие дверцы? Нет, пока не будем. Мы внутряжку, когда полезем, тогда будем это все смотреть. Давай мы закончим с внешним видом. Давай посмотрим органы, которые какие-то спечки, какие цифры, 10, 30, что там за цифры, у кого как, у тебя где, сверху цифры. Да, здесь, в принципе, да, можно считать неким элементом декора вот эти замечательные приборы учета температуры теплоносителя. То есть два термометра, то есть термометр на котле Тайфун и термометр на котле Зота Тополь-ВК установлен в самой максимальной верхней части котла. Уверен, что с точки зрения корректности показателей тепловых это правильное решение. У теплодара он находится на передней стороне и вот так вот выпирает некоторым таким вот инородным элементом. То есть здесь все-таки термометры вписаны в дизайн котла, а здесь же прям ярко выраженный такой вот прям термоманометр. Да, и именно термоманометр используется у теплодара. Если у Тайфуна и у Тополя это просто термометры, то здесь же можно контролировать помимо температуры еще и давление в системе отопления, давление в самом котле. Я хочу добавить, здесь устройство с цифрами сделано компанией Watts Industries. Не знаю русское это или не русское. Здесь написано, что это Seval Made in Italy. А здесь написано, что это TPB 63. Из всех из этих трех устройств, если смотреть с точки зрения покупателя, опять же, самое страшненькое это вот это. Вот просто не айс. Вот это находится на втором месте, если смотреть с точки зрения дизайна. Почему? Потому что оно немного выпирает. И мы посмотрим повнимательнее, немножко кривовато стоит. Но самое-самое четкое посадочное место здесь у Тайфуна. Такое впечатление, что над дизайном промышленным данного котла трудилась женщина, не мужчина. То есть внутрянка может и мужчина, но вот это вот все, это следило за технологичностью именно женщины с промдизайном образованием. Толя, а может быть здесь где-нибудь есть логотип пинефорина? Вот очень похоже, потому что прям вот женская рука чувствуется. Дверцы, 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 дверцы. Давай открывать, смотреть. О, ребята, кстати, дверцы. Этот котел теплодаровский уделывает оба этих котла, сразу скажу. Потому что у него ровно в два раза больше дверец. Да, да, да. Хочешь так, бросай, хочешь сяк, бросай. Да, то есть мало того, что у него есть основная дверца для загрузки топлива, еще есть дверца, я так понимаю, шуровочная, где можно открыть и пошуровать шуровкой, которой входит в комплект угли спекшиеся. Есть еще поддувальная дверца, в которую, скорее всего, производитель задумал установить либо газовую, либо пилетную горелку, которая у них есть в продаже. То есть, а, ну и самое интересное, да, это дверца прочистная, которая, по идее, открывается крайне редко и... Дверца, наверное, открывается крайне редко для того, чтобы котел обслужить и почистить. Ну, здесь вот сомнительное решение, очень похожее на другие решения компании Теплодар, других изделий. Которые ты подвергаешь сомнению. Да я не подвергаю сомнению, просто здесь без подсказки представителей компании я, наверное, не сразу бы пришел к тому, как правильно воспользоваться вот этим элементом. Позволь, я дам тебе инструмент. Нет, это слишком грубый инструмент. Здесь нужно просто обратиться вот к обычным физическим законам. То есть, дай мне рычаг, и я переверну землю, да? Не сюда прикладываю усилия. Хоба! И вот эта пластина из растойкой нержавеющей стали. Кстати, довольно массивная такая и толстая. Нет, это трешка уже даже. Даже 4 миллиметра. В общем, если вдруг настанут черные времена у вас, вы можете частично котел разобрать и как светмет продать. Слушай, а вот мы с тобой открыли дверцы, и мы увидим уплотнительные шнуры. Они, я думаю, везде присутствуют. Они присутствуют везде. Проверка. Проверка, да. Проверка. Конечно, котел должен быть абсолютно герметичный для своей безопасной и качественной работы. Но вот я вижу, что, в принципе... Проверим, проверим, проверим. Шнур используется примерно одинаковый, но так, то, как он уложен, с какой аккуратностью, мне больше нравится у термокрафта. Опять, что ли, там женское производство, одни женщины на производстве? Потому что прямо вот, да, прямо вот с нежностью. Ну, тут смотри, рука перфекциониста. То есть ты не найдешь практически с первого раза, да, узелка... Да. ...конца вот этого шнура. Здесь у Теплодара он... Бахромой. Бахромой пошел, да. Да, он вообще, вот, он свисает. Ну, это все. Но не перфекционизм. Не перфекционизм. А вот этот вот котел, он нечто среднее между... Да. Одним и двам. Смотри, здесь как бы... По любви к набивке, да. Да, здесь гораздо интереснее решение. То есть, в принципе, логично, да? В угол спрятать проблемное место. Вполне прям, да. И все в угол забито... Да, с угла начал, и гон закончил. Здесь в центре, но, опять же, абсолютно не видно еще. И здесь в центре. Ну, как реализованный вазот, и мне больше нравится. Ну, тяп-ляп-ляп-ля. Лохматушки. Лохматушки по центру, лохматушки по центру. Ну, тут тоже, я смотрю, есть своя технология укладки. Но вот эта технология укладки очень интересная. В общем, Теплодар за симметрию. Тайфун за качество, красоту. Азота за практичность. Закрываем дверцы. Погоди, закрывать. Мы очень хорошо их открыли. И видно сразу же, что здесь есть красивая заглушка из нержавейки. Здесь вдруг, внезапно, не очень красивая, какая-то поцарапанная со следами коцок. И сразу же видно, что здесь краска используется такая же, которую использует Теплодар. То есть внутри прокрашена уже обычной стандартной краской для печного рынка. Да, Толь, топки всех котлов, их видимые элементы, этих топок, они все покрашены жаростойкой кремно-органической эмалью. У всех трех производителей. Не у всех они снаружи, но некоторые элементы, конечно, не окрашены. Но не окрашивают они этот элемент специально, чтобы показать, что он такой блестящий. Весь из себя жаростойкий и неубиваемый этот элемент. А он здесь нужен как раз для того, чтобы не столько для удобства загрузки топлива. Сушлычок нарезать. Салатник. Ну да, выглядит, конечно, как небольшой поднос, столик. Мясцо и туда. Но нужен он, конечно, для защиты самой дверцы от прогорания. Потому что здесь у этого котла довольно интенсивная температура верхней его части. И поэтому дверку нужно дополнительно защищать. Я думаю, этот элемент как раз и не дает дверцы прогореть и выйти из строя. У термокрафта открывается. И мне на самом деле больше всего она нравится. Потому что пусть она сделана из конструкционной стали. Но здесь нет горения такого активного в этой зоне. А это просто элемент, который нужен по большому счету для того, чтобы удобнее засыпать топливо. Оставь, пожалуйста, открытым. Нам пригодится это. Что же предлагает компания ЗОТО? А, собственно, ничего она и не предлагает. Таким образом, если мы закроем сейчас... Давай закроем. Закрываем. Закрываем. То Теплодар лидирует по термозащищенности крышки. На втором месте у нас благодаря вот этим вырезам и щелям термокрафт. А вот ЗОТО... Во какая еще. Никак. Ну смотри, у ЗОТО зато есть четыре болтовых соединения, которые можно открутить. И, собственно, вот этот элемент, если, не дай бог, он прогорит, в чем я очень сильно сомневаюсь, что там такая температура, можно будет его заменить. У Теплодара же такой возможности, предполагаю, что нет. Ну, собственно, и ничего... И конвекции нет. Здесь и у термокрафта тоже есть болтовое соединение. Ну, насколько это нужно, не думаю, что кто-либо когда-нибудь будет эти двери разбирать и что-то там в них менять, ремонтировать. Вот. Вот. А что это у тебя за ржавчина там? Это не ржавчина, это благородная патина. Ну, на самом деле, действительно, топки у всех котлов изготовлены из конструкционной стали. Это не нержавеющая сталь. Ну, я думаю, что сейчас я говорю прописные истины. А вот какая сталь неизвестна? СТ-3 или 0,9 Г2С или СТ-20? Ты знаешь? За этим вопросом можно обратиться к производителям. Но я думаю, что по большому счету особой разницы в этих котлах нет, какую сталь использовать. Пусть меня там закидают камнями, тухлыми помидорами и яйцами, прочими там непотребщенными. Я с ними не буду, но отругаю, температура окальнообразования 0,9 Г2С выше на 100 градусов, чем у СТ-3. Можно любой человек открыть. Толь, здесь разницы никакой нет в температуре окальнообразования. Котловая сталь не зря называется котловой, ибо используется в котлах. Только не знаю, какой ценовой категории. Да, не будем о металлах. Нет, давайте мы поговорим все-таки, это важный вопрос. Будь то сталь 3 или сталь 0,8 ПС, либо 0,9 Г2С, та сталь, за которую так ракеет Анатолий из магазина «Жарпарком», В любом случае, все элементы, которые подвержены тепловому воздействию, возможно излишнему, в этих котлах с обратной стороны омываются теплоносителем. И тем самым они сбивают температуру и не дают появлению окалины на этих стенках. То есть это в принципе как бы... Аргумент на аргумент, убедил. Убедил. Надо делать из картона. Если уже заговорили о котловой стали, о стали 0,9 Г2С, то вполне возможно, что она бы была здесь уместна только в тех случаях, если бы у этих котлов были большие нагревательные поверхности, и нужно было бы избежать каких-то особых деформаций. Только в этом случае, я думаю, оправдано использование чуть более дорогой стали, чем других типов. О чем поговорим дальше? Поправьте меня, если я... Да, да, да. Вы за кого? За него или за меня? Кто из нас правил? Поэтому котловая-то не зря котловой называется. Ну ладно, может я не прав. Вы знаете, комментаторы, вы знаете лучше всего, больше, чем мы, потому что среди вас наверняка есть люди-ученые с образованием не верхним, как у нас, а высшим, техническим, научным, металлорическим. Так что пишите комментарии, это очень важно, полезно и нужно, чтобы люди знали правду. Анатолий, давай мы продолжим нашу сегодняшнюю встречу. Что-то мы как-то быстро, точнее, медленно... Решили, какой котел лучше? Нет, смотри, я думаю, жирную самую точку в дизайне этих котлов поставит один очень маленький, но ценный элемент. Это саморезы. Саморезы, которые используются у Теплодара и у Термокрафта, это обычные блестящие оцинкованные саморезы. Где ты их вообще нашел? Они закрывают конвектор, прикрепляют один элемент к другому. Здесь, 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 здесь. И если у Термокрафта они как-то бьются с остальными элементами, это с блескучими ручками, с вот этим ободком термометра, они вполне как бы себе нормально выглядят. У Теплодара этот, я считаю, некий инородный предмет, но у Зоты это самый вкус, самый шик. Ребята вот прям вообще молодцы. Используют тон основного цвета дизайна котла. Черные, взрослые, недорогие, мужские саморезы. Саморезы. Черные, не крашеные, а вот приобретенные специально для того, чтобы не раздражать вот этим пошвым блестящим цветом пользователя. Их не видно, они аккуратненько присутствуют в котле и тем самым завершают лаконичный, крайне привлекательный внешний вид этого котла. Вот прям твердая десятка. Пока я смотрел тут саморез, я увидел очень интересную клинопись. Выбит здесь номер. Да, серийный номер котла. Котла. И можно увидеть, кто делал котел, найти виновника торжества, если что. Я думаю, что у других производителей это обычно где-то спрятано, это клеймо сварщика. Но здесь, кстати, ты очень интересное замечание сделал. Здесь выбит серийный номер котла. То есть, если мы на тыльной стороне котла посмотрим, или где там у него находится табличка с его антропологическими и паспортными данными, то мы увидим, что там точно те же самые цифры. Нет, номер написан 4-4-3-4. 4-4-4-3. Нет, 4-4-4-3-4. А тут 4-4-4-3-4. Да, ты прав! Совершенно верно. Я не прав опять. Я в цифрах очень слаб. Я жертва. Жертва обучения школьного. Еще вот такой маленький элементик. У всех крышечками не закрыто. А вот у Зоты, смотри, такой пластиковый колпачок закрывает резьбовое соединение сверху. Очень красиво. И здесь вот такой вот замечательный оранжевый люверс, который мало того, что закрывает вот это вот некрасивое отверстие, но еще смотри, как четко собран котел. То есть все элементы отцентрованы идеально практически, да? И этот люверс кладется, и абсолютно все находится по центру. Прям 5 с плюсом за дизайн котла. Вообще огонь. Ну, если он мужик, а если эстет или девушка, то... Кстати, наш оператор, который недавно вместе со мной побывал на производстве компании Термокрафт, сделал очень важное замечание на то, что вот этот педантично уложенный шнур укладывался не женщиной, как ты сказал, а двумя мужиками, хорошо, мужчинами, в просаленных таких вот рабочих робах. Молодцы, ребята. Делайте очень аккуратно. Могут. Пользуясь моментом, передаю им привет в овощи. Красавчики. Я думаю, от красоты и внешнего устройства котлов нам нужно поместиться вглубь и понять суть этих изделий. Слишком много внимания, Анатолий, мы с тобой уделяем... Ерунде. Ерунде, откровенный. Меньше слов, больше дела. Давайте о делах наших грешных, о внутреннем строении котлов. Ведь это намного важнее, чем дизайн или как дверцы закрываются, или есть там дверцы в сериях, или нет. Толь, мы с тобой вместе лазили внутренности, изучали внутренности этих котлов. Что тебе бросилось первое в глаза? Главное отличие, на твой взгляд, у этих котлов. Этот с чугуном, а эти два с водотрубными колосниками. У этого водотрубные колосники сделаны в виде профиля треугольника, если так вот смотреть на колосник. А здесь в виде круглой трубы. Я хотел сказать дырки или технологического отверстия, но пусть будет круглые. А у зоты, действительно, ты правильно сказал, ребята очень много внимания уделили разработке такого важного элемента. Я думаю, что не только для того, чтобы отличаться от других именитых производителей, но и сделать максимальную выгоду из новой формы этого колосника. Объясняют они эту форму очень просто тем, что, во-первых, очень удобная, так скажем, площадка для горения топлива. Вот эти плоские элементы колосника, они максимально соприкасаются с тлеющим и горящим топливом, то есть производят отбор. И вот эта треугольная форма колосника якобы, по их заверению, улучшает приток воздуха из-под колосниковой зоны в зону активного горения. То есть новшество налицо. 2019 года, между прочим. Да, котел свежайший, прям еще горячий. Но есть два разных подхода. Одни есть адепты водотрубных колосников, а другие есть адепты классических чугунных. Не знаю, выйдет ли подиспутировать, но я могу озвучить точку зрения такую. Водотрубный колосник, если имеется в наличии, это значит, что котел под уголь больше подходит, потому что если на него положить дрова, дрова будут снизу охлаждаться. Как бы есть такая теория. А чугунный, если колосник, то это точно под дрова. Но уголь лучше, когда водотрубный колосник, потому что чугун прогорает, когда уголь работает, а водотрубный колосник никогда не прогорит с углем быстро, потому что там вода, которая охлаждает стенки металла. Парируй, если не согласен. Парировать я не собираюсь. Действительно, чугун применяется только из-за того, что он выдерживает большие температуры. Металлические колосники используются в котлах только в том случае, если они водонаполненные. Ну и опять же, если говорить об эффективности котла, то водотрубные колосники, они призваны увеличить эффективность. И я думаю, что косвенно они влияют еще и на длительность горения. То есть то топливо, которое еще тлеет на колосниках водотрубных, оно продолжает отдавать жар в водяную рубашку котла и продолжает поддерживать температуру теплоносителя. Я хотел бы еще обратить внимание на чугунные колосники. Вот эти вот колосники, если прогорят, то не надо звонить производителю на завод. Там, ай, сгорел колосник, все пропало. Почему? Потому что есть печной магазин, а в печном магазине продают вот эти вот колосники. Вот так они выглядят и стоят рублей в тысячу. И они стоят доступные деньги, дешевле. Берется один вот такой колосник, болгарка, и рубится пополам практически. Получается два колосника. Толь, ты сейчас усложняешь. Практически в любом печном магазине можно купить колосник нужного размера. И здесь они универсальные, что только на пользу этому котлу. Нет никакой экзотики. Здесь производитель термокрафт развернулся лицом к рядовому потребителю и не усложняет свою конструкцию. Так скажем, не наживается на дополнительных элементах, которые так или иначе, возможно, придется покупать потребителю со временем. Не наживается. Все четко. Толь, ну давай, раз уж ты открыл дверцу, давай все-таки внутрь заглянем в этого котла и посмотрим, каким образом, наверное, вот это интересует наших зрителей, каким образом реализована схема теплообмена в каждом котле. Начнем мы с младшего, самого младшего котла. Почему младшего? Потому что это самый молодой производитель, который представлен здесь. Но изделия его уже как бы получили заслуженную популярность. И первое, что нам бросается в глаза, это то, что сходу мы не поймем, как реализована схема хода дымовых газов у этого котла и каким образом происходит отъем тепла у этих дымовых газов в водяную рубашку. Для этого нам придется сейчас взять ключ на 13 и открутить вот эту пластину, которая поможет нам взглянуть на схему теплообменников. Здесь воздух поступает через низ. Только с обратной стороны, с тыльной стороны. Часть воздуха больше идет на колосниковую зону, но часть идет в широкий канал. Канал подачи вторичного воздуха. Он здесь один, в этом котле. Да, и этот воздух попадает в зону двух жаротрубных теплообменников. Один из них располагается вертикально, а другой располагается горизонтально. Это сделано для того, чтобы не только отсечь часть пламени, но и максимально эффективно снять тепло с этих дымовых газов. Кстати, если мы говорим об эффективности котла, то мы можем обратиться к той информации, которую посчитал за нас производитель, и увидим, что на котлы Тайфун 16 коэффициент полезного действия 76%. Вполне, я считаю, правдивая информация. У зоты тоже есть подача воздуха как на колосник, так и в зону активного горения. Но каналы у зоты и у Тайфуна совершенно разные. У Тайфуна это широкая пластина, а здесь Т-образная пластина, и большая часть воздуха выходит в нижнюю часть. И в верхнюю часть уходит также достаточно большое количество воздуха и выходит по отверстиям. Евгений согласен. Да, мне понравилось то, что вдоль самого канала подачи вторичного воздуха есть просечки, которые подают воздух в разные части этого канала. И тем самым, мне кажется, более полно сгорают газы и больше эффективность котла. Кстати, про эффективность котла. 75% заявляет производитель. Тоже вполне реальные и честные цифры. Я тут с тобой полностью согласен. Осмотрев конструкцию подачи вторичного воздуха, как подается вторичный воздух в зоту, мне нравится больше. Но не забываем о том, что у Тайфуна подача вообще воздуха в котел находится сзади, что намного лучше, на мой взгляд, чем когда он находится впереди, как у Теплодара или как у зота. Но, тем не менее, эффективность и мощность котлов этих одинаково. И более того, я тебе скажу, что весят эти котлы практически одинаково. 108 и 110 килограммов. В принципе, эти котлы практически братья-близнецы. Во всяком случае, по весу. Я хочу сказать, что у них примерно одинаковые загрузочные камеры по объему. Может быть, у Тайфуна она чуть более глубже. И мне кажется, здесь и зона горения может быть чуть-чуть побольше. Нам остается только посмотреть паспорт, объем топки. Наверняка это есть. О, давай. Ты смотришь в Зоте, я смотрю в Тайфуне. Объем загрузочной камеры в литрах 45 литров. У Тайфуна 16. Объем воды, то есть объем водяной рубашки этого котла 40 литров. Значит, мы посмотрели объем топок у Зоте на 16 киловатт 39 литров. 44 литра у котла Тайфун. А здесь? И тогда 35 литров у 15 киловаттного Купера. Но, если мы помним, с чего мы начинали ролик, у кого большая длительность работы на закладке, то можно сделать некий вывод, что при том, что больше всего закладка у термокрафта, правильно? Да. Здесь чуть меньше, а здесь совсем мало. Но длительность горения на одной закладке у всех разная. Здесь чуть больше. Соответственно, более экономичный выходит Теплодар, судя по всему. Думаю, что да. И смотри, мы в начале нашего ролика говорили о том, что Теплодар получается самый дорогой из этих двух котлов. Но это легко объяснить. Во-первых, мы с вами можем разместить эти котлы сейчас боком, и вы посмотрите, что сам котел Теплодар, ну давайте так уж и сделаем. Сам Теплодар, сам эксперт, он явно потяжелее. Дорогие телезрители, вы можете сейчас убедиться в том, что этот котел самый глубокий. Но мы знаем, что емкость загрузочной камеры у него самая маленькая. Значит, все остальное пространство этого котла направлено на то, чтобы снимать тепло с уходящих дымовых газов. И производитель сделал именно на эту ставку. Этот котел весит практически в полтора раза больше вот этих двух. 150 килограммов. И при этом он отличается по цене всего на 8-10 тысяч рублей в рознице. Так что с точки зрения эффективности вложения, наверное, Теплодар самый интересный котел. Он подороже, но он массивнее, тяжелее. И у него несколько другая схема теплообмена. У единственного из этих двух котлов есть беспрепятственный практически доступ к системе теплообменников. Мы выяснили, как устроена подача воздуха в котлы ЗОТО и Термокрафт. А как устроен Купер? Сколько у него зон? Евгений знает лучше. Ну, естественно, это первая зона подачи первичного воздуха под колосники. Далее в дверце у него устроена зона подачи вторичного воздуха. Так же точно, как у котлов Купер ПРО. Через дверцу. Да, через дверцу. Канал в дверце вообще. Через дверцу. И еще здесь есть внутри топки канал, который подает самую максимальную верхнюю точку, дожигая газы. И есть подача третичного воздуха, там, где уже, в принципе, должны все дымовые газы максимально сгореть и отдать свое тепло теплоносителю. Ну что ж, мы выяснили, что рубль-градус больше все-таки теплодар, что потяжелее он, подороже чутка. И у него еще на одну зону больше... Да, но еще есть отличия у этих трех котлов. Смотри, и теплодар, и термокрафт имеют вот такую ручку замечательную, которая у теплодара фиксируется тоже в двух положениях. И у термокрафта она фиксируется в двух положениях. Это, как ты думаешь, что? О, не знаю, что тут, но на теплодаровском котле написано буквы русские. Росжиг и рабочие. Ага, то есть перевернув вот так вот, надо разжигать котел. А после того, как ты его разжег, надо перевести его в рабочее положение. Здесь наверняка то же самое. Практически то же самое. В вертикальном положении вот эта ручка устанавливается в том случае, когда нужно котел разжечь. То есть ход дымовых газов ничем не имеет препятствий и максимально прост. А в этом положении рабочее положение, в котором работают все теплообменники. И мы тут видим, что у теплодара сделано, опять же, пограмотнее написано, какое положение какое. А здесь, к сожалению, не написано. И нужно догадаться самому. У зота же таких рукояток нету. С одной стороны, это как бы говорит, что это очень хорошо, что в любом положении можно разжечь. Правильно? Да. А с другой стороны, может это плохо, потому что может быть специально рожек лучше, чем обычный. Как считаешь? Я думаю, что здесь зота полагается на то, что сам котел установлен грамотно и имеет достаточную высоту дымохода для образования устойчивой тяги в любых случаях. Поэтому разжигайте, пользуйтесь, топите. А говорили ли мы про рабочее давление? Давай поговорим. Давай поговорим. Вот это три паскаля. Я видел это в паспорте. И это три атмосферы. До трех. До трех. И этот тоже. Этот тоже до трех атмосфер, но у него рабочее давление полтора атмосферы, как и у термокрафта. Позволь узнать, а тут ты лучше знаешь технические пленописи. А здесь рабочее давление теплоносителя не более трех атмосфер. Большого смысла такое избыточное давление, на мой взгляд, не имеет. Почему? Потому что в обычном малоэтажном домостроении, в системе отопления, такое давление просто не нужно. А я как старый человек тебе говорю, что надо все с запасом брать, помощнее, чтобы потверже, не пожиже, чтобы лишняя атмосфера, она это руби градус бережет. Ну, любой производитель из этих трех, любой котел выдерживает давление в системе отопления до трех атмосфер. Если возникает такое давление в системе, то здесь уже должны включаться устройства, которые находятся в системе отопления и призваны служить для того, чтобы не произошло аварии. Так, про подключение к системе отопления. Мне нравится теплодар тем, что у него реализована универсальная система подключения левая и правая. У него есть два патрубка с левой стороны и два патрубка с правой стороны. То есть можно использовать как левую, так и правую сторону. Как удобно установить котел в котельной. У термокрафта схожая ситуация. У него два патрубка для обратки и с левой, и с правой стороны. Кстати, тоже в один из патрубков можно вкрутить тен. А вот подача горячего теплоносителя находится в центре котла. То есть у него такое полудиагональное подключение. У зота же... А у зоты что? Сзади и по бокам. А у зоты, да, все... И с одного боку. С одного боку. Но чисто теоретически, я думаю, что можно использовать штуцер для установки тена, в котором сейчас установлена двухдюймовая заглушка, подключить систему отопления с этой стороны. Но я думаю, что никто этого делать не будет. И будут использовать предусмотренные производителем патрубки для подачи теплоносителя и для входа обратки. А у меня вот вопрос к тебе. Я своего личного мнения не имею по этому вопросу, потому что я не инженер-теплотехник, я барыга печами. Почему вот здесь вот у зоты узенько, а у теплокрафта широкий? Термокрафт. 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 Замечающий, который ты используешь, все-таки дороже двухдюймовый. Поэтому вот этот вариант будет более бюджетен вам для стоимости вообще системы целиком. Это бы касалось бы домоходов. Это было бы здорово, если вы хотя бы один из этих производителей. дымоход делал не 150 диаметра а 115 или 120 или вообще может быть сотовый или 80 потому что чем уже диаметр дымохода тем он дешевле и сильно дешевле очень сильно но к сожалению из-за технических до из-за особенности это невозможно конечно нужно сужать дымоход ни в коем случае нельзя согласен абсолютно согласен более того дымоход во всех котлах нужно использовать утепленный то есть типа в сэндвич для того чтобы низкая температура дымовых газов не надела водилов в вашем дымоходе не наделала сажи и не с узел а тяга чтобы не было обратной чтобы было все тем что а теперь я предлагаю да с ужасом смотришь что же он сейчас будет делать а давай с тобой подумаем как будто мы с тобою пользователи этих замечательных коробочек как бы мы их чистили коль нам пришлось бы их чистить проверим на удобство очистки проверим ну дай муж с этого начнем уже давай золоту посмотрим давай золоту про очень как ее чистить если вдруг это потребовалось сделать внимание на экран вот такая вот есть ферди бобер на я штука эта пластина которая закрывает теплообменники и чистить очень просто до элементарно да то есть обычный вот этой плоской кочережка которая идет в комплекте это даже скорее не кочерга а скребок да просто пропылесосить и все конечно вот можно поскрежетать приятно очень очень просто я сразу же предчувствую комментарии это прямоток это прямоход там все уйдет сразу в дымоход там отверстие видно правда вот эта пластина которая здесь якобы свободно болтается она установлена под небольшим углом и она плотно прилегает к нижней к нижному теплообменнику и тем самым образует одну из стенок хода дымовых газов то есть прежде чем выйти в трубу дымовые газы здесь обходят один теплообменник с тыльной стороны а второй по теплообменник который находится над ним с передней стороны и тем самым происходит небольшое завихрение чистить котел действительно очень удобно и более того вот эти вот треугольные теплообменники треугольные трубы вода трубного теплообменника тоже очень удобно чистить вот этим скребочком переходим к следующему ну а части теплодар мы уже рассмотрели как чистится здесь есть вот такая вот пластина из нержавейки который закрывает колодцы чистить можно можно чем придется возможно даже вот этой кочергой но это будет конечно да почему очень удобно будет чистить и шкряпа и шкряпа и шкряпа и но нужно бережно хранить эту на на кочергу желательно повесить рядом с охотничьим ружьем или шашкой на ковер потому что если вы ее профукаете то когда вы будете пытаться прочистить где-то по водоотрубным колосникам вам это не очень сильно удастся то ли он стою конечно вот с этой вот штукой как неприкаянный потому что я ее боюсь положить на место так как если мне придется еще к ней обратиться то очень тяжело будет ее подцепить поэтому не знают отверстие какой-то под палец что-либо придумали чтобы можно удобнее и поддевать а действительно да вот это один из младших котлов да это самый младший котел в линейке еще предполагается что будет 22 30 45 котел и именно для этих котлов и разработана вот это вот на на кочерга потому что здесь между двумя рядами по обменников будет еще ряд из труба образно до вода трубного теплообменника который нужно будет чистить вот именно это катер горько чергой агну именно вот верхнюю часть труб чистим вот этой частью нижней частью скребем вот этой то есть они как раз специально такого радиуса а если покупатель прав около это дело в теплодаре можно купить отдельно эту кочергу ее можно купить в магазине фарнакс и заказать на сайте фарнакс точка ру вот это спасибо вот прямо на здоровье господи пилов давайте же посмотрим что в тайфуне тайфун ой прям пугает нас гает что все заделано все заделано все сделано на совесть но для того чтобы почистить теплообменник нам действительно придется взять ключ на 13 открутить вот эту заглушечку почистить котел и приделать ее назад то есть самый простой в очистке у нас выходит зодотополь вк согласен согласен на втором месте по удобству прочистки теплодар согласен и самый геморроидальные в плане прочистки чтобы геморроидальный откручивать человек которому нравится возиться с отечественными автомобилями я думаю привык крутить гайки и поэтому ничего сложного в этом обычному лицу мужского пола который приобрел этот котел не стоит труда очень очень жалко что нас сегодня с тобой всего два человека если бы нас было бы три человека на обзоре допустим бы абодра-с канала русская баня или владимир с канала живая русская баня мы могли бы очень аккуратненько договорившись друг с другом скинувшись на камень-ножницы сказать мне больше всего в заключении нравится вот этот котел я бы сказал мне больше всего в заключение нравится вот этот А третий бы видеообзорчик сказал, ну, допустим, из теплого, да, он честный человек, да, он сказал бы, мне там вообще ничего не нравится, или мне все нравится. Ну, короче, третий бы сказал, что ему нравится третий. Но что будем делать мы? Ведь каждый же уже понял, что он хочет купить. Я надеюсь, что наши зрители действительно, мы нашей вот этой развязной речью помогли определиться с выбором, что же выбрать в качестве основного, так скажем, источника отопления в своем доме. Они определились. То есть можно выбрать котел от именитой компании, которая не перестает радовать нас новшествами и делает свои изделия максимально лаконичными в плане дизайна, вот отточенными в плане дизайна. Пытается сделать обычные вещи, реализовав несколько по-другому, таким образом, чтобы они работали более эффективно и были красивыми. Тебе не хватит комплиментов на два остальных котла? Очень хватит, да. Вот вы, комментаторы, знаете наверняка больше, чем мы. Увидели кучу недостатков или наоборот, незадокументированных плюсов. Напишите в комментариях, какой из этих трех лучше. Мы-то уже понимаем, что и Термокрафт, и Теплодар, и... Господи. Зота. И Зота на нас уже затаили обиду. Нет, давай, знаешь, как мы сделаем? Если бы мы уж решили сделать обзор, и если мы выбираем места для этих котлов, мы могли бы придумать кучу номинаций, по которым бы тот или иной котел бы получил бы максимум баллов. И тот или иной котел бы в результате в какой-то весовой категории бы победил. Но делать мы этого действительно не будем, потому что даже вот этот наш длительный обзор не выявил многих особенностей каждого из этих котлов. Кто-то уже эксплуатирует эти котлы. Кто-то уже эксплуатирует, да. Но все-таки, все-таки, если вы покупаете котел, но если вы не требовательны к внешнему виду, и если вам нужен простой рабочий котел за разумные деньги, обратите внимание на Термокрафт. Их котлы Тайфун очень удобны в эксплуатации, кроме, наверное, пожалуй, одного момента, когда его придется чистить. Но я думаю, что делать этого вам придется не так уж часто. Обратите внимание на заслуженного старичка, ты хочешь сказать, мастера спорта по отоплению домов. Да, Теплодар действительно на рынке отопительных приборов очень давно. Свои котлы они выпускают с 2011 года. Очень много хорошо продаваемых котлов в их линейках. Что говорить только, их Купер 15, Купер 20, это хит продаж всех времен и народов. И вот, представляете, за эти 8 лет они доросли до того, что выпустили такой котел, который работает больше 20 часов на одной закладке угля. И выглядит он, и как бы продумано расположение основных элементов у этого котла. Вот, Толь, мы даже с тобой не успели заметить то, что в верхней части... А дырочка, да. Дырочка, ага. Техническая. Отверстие, патрубок в верхней части котла стоит. Для того, чтобы можно было здесь установить сбросник, чтобы верхняя часть водяной рубашки этого котла не завоздушивалась. А здесь отверстие, узоты, которое позволит максимально точно снимать показания температуры внешними измерительными приборами. Есть специальная гильза, в которую вставляется термопара, и которая снимает температуру в верхней точке котла и будет максимально точно соответствовать реальности. Это очень удобно и очень-очень приятно. Не такая мелочь и очень крутая. Голосуйте сердцем, покупайте за рубли. Возможно, среди вас окажутся недовольны нашим сегодняшним обзором, и как такового батла мега-супер-месивого не получилось. Но не получилось это по простой причине, потому что у каждого из этих трех заслуженных именитых производителей получились просто офигительнейшие котлы. Этот котел прост и уникален, этот котел наворочен и брутален, а этот котел просто с огромным будущим. Компания «Азота» молодцы. Анатолий, твое слово. Голосуйте сердцем и несите нам деньги. Покупайте лучше. Приходите в магазин «Форнакс», мы вам расскажем подробнее об этих котлах. Все вопросы, которые остались за кадром, задавайте в комментариях, звоните по телефону 8 800 152 38, либо заходите в магазины «Форнакс». Здесь есть все котлы от этих производителей. Выбирайте сами. Никто вас не будет оттаскивать от этих котлов. Изучайте их. А наоборот туда забегивать. Посмотрите, мол, какие конструктивные решения. Анатолий, Анатолий, мы очень рады, что нас вновь посетил этот замечательный персонаж, и он помог нам разобраться среди этого многообразия. Более того, я скажу, что более запутанного ролика с непредсказуемым финалом у нас еще не было. Собственно, действительно, мы всех ждем к нам в гости. Заходите в магазин «Форнакс», выбирайте глазами. Я думаю, что вам приглянется только тот, которому ляжет душа. Все они достойны вашего внимания и стоят своих денег. Я прав? Однозначно! Жмите красную кнопку «Подписаться». Давите на колокольчик! И колокольчик даже есть? Да. Ну и welcome to «Форнакс». С вами были Евгений из магазина «Форнакс». И Анатолий, известнейший барыга печами и дымоходами из магазина «Жарпарком». На самом деле не так. Так. Продолжение следует.